для начала давайте поговорим с вами о литературе вообще признавайтесь честно сдавайте или сдавайтесь сдавайте себя или сдавайте близких любите литературу или нет сложно сказать люблю начинаю постепенно любить да но не могу много и долго читать плюсик скажу больше читаю в основном только русских классиков тоже хорошо хочу полюбить еще больше люблю но не все произведения из школьной программы заходят смотрю как смотря какую но по большей части да зависит от конкретного произведения я очень рада что большинство из вас если и не любит читать то откровенно признается в чем проблема это здорово потому что периодически бывает такое я спрашиваю а ты читаешь вообще книжки дачу эти книжки вообще скукота но ведь содержание книги не измеряется скукотой все книги когда-то писались с глобальной целью чтобы мир стал немножко лучше вот я очень рада что среди вас есть те кто не просто говорит фу фигня это ваша литература я лучше буду читать или так лучше я буду вообще лучше смотреть тупые ролики на ютубе вот литература это интеллектуал точнее не чтение художественных произведений это интеллектуальный труд больше того скажу есть литература которая обязывает нас и или интеллектуально трудиться это вот те самые классические произведения которых мы будем говорить не обязательно только русской классики это научная литература ну ладно поговорим только художественный а есть литература для такого знаете, разгрузки мозгов. Вот я сейчас очень сильно, например, ну вот, загружена чем-то интеллектуальным, и вечером я читаю «Ночной дозор». Мне прям очень нравится. Я обычно такое себе позволить не могу, но вот сейчас вот время есть. Кто-то читает после, например, работы на заводе Дарью Донцову. В этом нет ничего плохого. Но мы будем говорить с вами о высокоинтеллектуальной литературе. Это произведение, которое написали мастера не только слова, но и стиля. Люди, которые писали произведения не для того, чтобы кто-то отдохнул, читая их, а для того, чтобы поднять глобальные вопросы, направить общее сознание в какое-то определенное русло, поднять и попробовать решить философские там, не знаю, философские вопросы типа смысла жизни, и самое главное — сказать свое слово. Вот. Поэтому, когда мы говорим о литературе художественной в рамках ЕГЭ по литературе, мы с вами понимаем как раз те самые книги, которые написаны мастерами слова для интеллектуальной работы над собой, над миром, над окружающей действительностью. Это те произведения, которые должны показывать... Точнее, это те произведения, которые не просто так стали классикой. Они показывают настроение эпохи, они акцентируют внимание на важных проблемах этого мира, этого времени, в которой жил автор и так далее. Так. Я лучше рэп послушаю, то, что я услышала от своих сверстников. Ну, не расстраивайтесь, и самое главное — не стремитесь клеймить всех, кто не читает. Это такой, знаете, у меня тоже был такой запал. Я исправляла всех, кто неправильно говорит направо и налево, и презирала тех, кто не читал какие-то книжки. Но теперь со мной случилась просто такая ситуация. Я немножко отлипусь, пока переключу слайд, чтобы вы на Гоголе полюбовались. Ой, на Пушкина. Со мной случилась такая ситуация. На третьем курсе, или на четвертом, на третьем меня спросили, вы читали «Графа Монте-Кристо?» Я говорю, нет. Я думала, ну, скажут мне, ну, почитайте, это очень интересная книга. Но в ответ мне прилетела такая фраза. Что? Вы не считали «Графа Монте-Кристо?» А фильм смотрели? Нет. Вы очень многое потеряли. И как бы я понимаю, что мой социальный статус вдруг рухнул примерно на уровень «Бомж» с Дарьей Донцовой. Вот. Как избавиться от этого, такого, от литературной предвзятости? Нам просто нужно с вами понять, и я вас призываю, если вы вдруг сейчас чувствуете, я ничего не читал, я тупица, это неправильно, это так не работает. Да, Цитая очень хорошую вещь сказала когда-то, что все книги читать рано. Если вы в 15 лет прошли подростка Достоевского и сказали, я так многое понял, я не буду над вами смеяться, я вам пожму руку. Вот. Если ваши одноклассники говорят, я лучше послушаю рэп, ну ничего страшного. Может быть, когда-нибудь, когда ваш одноклассник Петя, есть у вас Петя, кстати, по-моему, Петя сейчас вообще никого не называют. Петя ваш придет с завода, руки в соляре, вымоет их, ему на бошку свалится, так вот выражаю специально, чтобы вы атмосферу представили. По телеку идет, там, Дом-2, ему на голову свалится Достоевский, и он откроет его на рандомной странице, и вдруг так погрузится в эту книгу, что больше не сможет жить без Достоевского. Это не варианты сказки. Когда-то все, кто отрицает пользу чтения, возможно, возьмут в руки книгу и разочаруются в ней еще раз, может быть, еще раз. А вот на пенсии, когда ничего делать уже не надо будет, кроме как пытаться выжить на эту пенсию, возьмут томик в руки какой-нибудь очень важной классической литературной книги, и вдруг что-то для себя осознают. Вот. Поэтому я очень рада, что вы сейчас, все, кто здесь собрались, готовы литературно трудиться и не просто эмоционально воспринимать книги, художественные произведения, но и пытаться посмотреть на них с точки зрения науки. Вот. Так. Вымерли петь. Грустно. Давайте вернемся с вами от вопроса про чтение и про то, про ту закономерность, которая неверна, в принципе, кто много читает, тот самый умный, у того врожденная грамотность. Нет, это так не работает. К пониманию о том, чем мы с вами будем заниматься. Если у вас есть возможность, пока что она у вас есть, читать произведения художественной литературы и наслаждаться ими, я вас поздравляю. Но вообще наша с вами задача сейчас не эмоционально воспринимать произведение, а попытаться воспринять его с точки зрения науки, литературоведения. Наука, это наука, которая изучает литературу как явление человеческой культуры. То есть у нас немножко с вами начинается холодная аналитическая работа. Нам не просто понравился обломов. Мы должны себе дать отчет, что обломов. Это роман, который повествует нам о человеке, который является лицом своему времени. Что это за время? А кто автор? А какие у автора были предпочтения? А что тогда вообще в мире происходило? Какие реформы исторические поджидали? И как вообще, как себя ввело общество и так далее. Вот. Василий, сколько еще вв будет длиться? А то у меня общество знаний 18. Не, 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 мы успеем. Как минимум еще 15 минут и все, я вас отпускаю. Вот. Я очень рада, что вы уже сейчас какие-то книги любите. Что вы влюблены, наверное, кто-то из вас в Печорино, Вонегино там и так далее, в Андрюшу Балконскому. Простите за мою фамильярность. Вот. Но теперь нам нужно с вами посмотреть... Или в Ставрогину. Ставрогин, вы красавец! Ну, в общем. Эй, червяк. Классная отсылка, да? Валерия, специально для тебя. Альбина пишет, что влюблена в американскую классическую литературу. Ну, к сожалению, Альбине придется немножко сменить вектор любви и передвинуться в русскую литературу. Я вернусь к теме, а то я вас вообще никогда не отпущу. Мне очень с вами понравилось разговаривать, поэтому тут нужно мне само себя дергивать. Когда мы говорим о литературоведении, мы должны понимать вот что. Сейчас на передний план выступает не простой человек, а человек науки, который все подвергает сомнению и на все находит рациональный ответ. Наша рациональная составляющая, хотя казалось, какая рациональность в гуманитарном знании, наша рациональная составляющая — это текст. Все наши теории разбиваются или подтверждаются только текстом. Все наши анализы строятся только на тексте и на понятийном аппарате литературоведения. Поэтому литературу мы будем с вами рассматривать не как абстрактное такое понятие, которое нас должно вдохновлять, которое включает в себя произведения, которые изменили нашу жизнь. В первую очередь мы с вами будем холодно подходить к литературе и говорить. Литература, которую мы изучаем, представляет собой множество художественных текстов. В отличие от разных бюрократических текстов или, например, приказов о зачислении или, например, расписания автобусов, художественный текст воздействует на читателя. Наша задача понять, как и почему. Почему это стихотворение грустное? Почему мне нравится Ставрогин? Почему я ненавижу Печорина? Почему Белинский любит Онегина? Хотя Пушкин отрицает эту любовь, вообще просто разбивает ее на корню и лишает Онегина любых достоинств. Дальше. Художественный текст выражает авторскую позицию. Наша задача понять, как автор относится конкретно к этому герою, а ко всем, а к проблеме, которую поднимает, а к эпохе, которую описывает и так далее. Это, опять же, все наши предположения должны упираться в авторский текст. Дальше. Художественный текст, в отличие от других текстов, написан красиво, искусно, с использованием средств художественной выразительности и различных композиционных приемов. Например, мы должны ответить себе на вопрос. Ой, как мне... Наше впечатление должно быть не такое. Вау! Этот текст построен в формате дневника. Я такого никогда не видела или не видел. Наша теперь работа с текстом заключается в следующем. Почему конкретно этот текст на эту тему с этим героем построен в формате дневника? Или, например, зачем Шолоху в романе «Тихий дон» нужны вот эти различные повествователи, от лица которых ведется описание гражданской войны? Почему здесь дневник, здесь записка, здесь письмо, а здесь видение Григория Мелехова? Вот. То есть мы немножко, наверное, машинизируем наши чувства. Мы пытаемся рационализировать то, что нам нравится или не нравится в произведении, вот методами анализа. Ну и потерпите еще немножко. Я сразу скажу вот что. Когда мы будем подходить с вами к анализу литературного произведения, мы договоримся, что литература — это не то же самое, что жизнь. То есть Достоевский, конечно, может писать о жизни в трущобах. Петербургских. Некрасов, конечно, будет писать о реальном положении народа во время отмены и до отмены крепостного права. Лермонтов будет писать о поколении Николаевской реакции. Но все равно литература, в отличие от жизни, — это макет жизни. И если вы заметите, если бы литература была точной копией жизни, то у нас бы произведения были бы вот такие вот по объему и, наверное, включали бы в себя описание часа жизни человека. Например, вот представьте себе такую книгу. «Валерия, прочитала первую строчку второго абзаца 34-й страницы трехтомника Достоевского. Она посидела на кровати сначала на правом боку, потом на левом боку, почесала пятку, почесала нос, легла, встала, отложила книгу, подумала о вечном, о чем конкретно, двоеточие, о будущем, о настоящем, о прошлом, о Мите, о Пете, о том, что имя Петр выходит из употребления». Вот. Согласитесь, это не очень интересно читать. «Валерия, твоя жизнь замечательная, насыщенная, но если мы хотим заинтересовать…» Мне вот, например, твоя жизнь интересна, но если мы захотим заинтересовать, как великий писатель, большое количество народа и, самое главное, выразить свою позицию об эпохе, о мире, о положении политических, там, каких… о политическом положении страны, о герои, о лице поколения, об эпохе, в которую мы живем, то мы должны с вами придерживаться и авторы этого придерживаются понятия, точнее, не понятия, а как это называется, слогана, не слогана, девиза «Не каждый миг достоин запечатления». Литература – это часть искусства. И точно так же, как картина не может быть воплощением человека, портрет не может быть воплощением человека, скульптура не может передать формы и настроение человека, его душ, его сердце и так далее, так и литература. Это лишь модель. Модель человека, модель его поведения, модель этой реальности. И она пропускается через сознание художника. Если вы, например… Чего вы там уже придумываете про Воду и Толстого? А, про описание дуба у Толстого вспомнили. Хорошее воспоминание, кстати. Вот согласитесь, что вы бы так дуб не описали. Точнее, вы бы так, как Толстой описывает впечатление князя Андрея от этого дуба, вы бы такое впечатление, наверное, точно не имели бы. Подумали бы, ну, дуб, иду, пофиг. И проехали бы мимо, например. А кто-то бы вдохновился тоже этим дубом и подумал, всё, жизнь кончена, пойду утоплюсь, например. И совершил бы это. Но у князя Андрея совершенно другие мысли, продиктованные Толстым. И мы приходим к мысли опять о том, что модель жизни. Она похожа на жизнь, но не является тождественной ей. В модели сочетаются объективная и субъективная. И самое главное, модель предсказуема. Даже если мы с вами попытаемся, например, создать модель общества, знаете, там на крысах эксперименты делают, и там показывают, как вот демократия у крыс это развивается и всё такое. Или там, как они там друг друга глотки перегрызают за семечкой, как у них рефлексы вырабатываются. Если мы попытаемся смоделировать с вами человеческие отношения, попытаемся с вами смоделировать поведение, оно всегда у нас будет вроде как предсказуемое на бумажке. Но в жизни всё может пойти не так. Если я открою... Давайте отойду от Достоевского и Толстого. Сейчас, секунду, немножко затекла. Если я, например, открою... Ну, давайте поэзию Серебряного века, а там размышления о том, что поэт это всегда человек, который обладает каким-то таинственным знанием, стремится познать этот непознаваемый мир и так далее. Я скажу, я тоже поэт, но что-то не прёт. Что-то я никаким тайным знанием не обладаю. Или, например, если я писатель... Или, давайте так, не я. Отойдём от меня. Если Островский создаёт драматическое произведение и говорит, вот так оно было бы в жизни, мы можем попытаться проанализировать отношения людей в купеческой среде и понять, что таких, как Марфа Кабанова, может быть, не было. Может быть, были злее, чем Марфа Кабанова. А может быть, таких злющих не было. Может быть, никто уже в то время на Домострово не ориентировался. Но вот, знаете, литературу можно писать словом, ну, примерно вот так. Автор пропускает своё впечатление от жизни через себя, через свою душу, через свою образованность, через свои мысли и делает текст. И наша задача — найти вот этот зазор между искусством, между реальностью и сотворённым произведением, между макетом и реальной жизнью. И здесь, кстати, на первый план даже выходит так называемый «минус-приём». Например, а почему Лермонтов? Предвидитесь поближе. Секрет. Придвинулись? Ну? Придвинулись? Почему Лермонтов, когда пишет про героя нашего времени, не описывает, как Печорин после ужина ходит в туалет? Задумывались об этом? Не каждый миг достоин запечатления. Менее банальный пример, менее сортирный — почему, например, Бунин никогда не описывает дословно половой акт? Почему ведущим в творчестве Бунина является то, что женщина переступает там через своё платье, снимает туфли, снимает чулки, но самого вот этого вот смаковного этого момента так и Бунин не подробно не описывает? Потому что любовь — это тайна. Вот что хочет донести Бунин. Или, например, почему Чехов никогда не говорит «это человек плохой, этот хороший». Почему он только описывает то, что видит? Как будто бы объективный автор. Потому что у Чехова есть тактика. «Думайте сами» называется. Вот. Поэтому мы понимаем с вами, что если бы жизнь героя времени, отношения героев Бунина были бы подробные копии просто жизни, надо бы было об этом неинтересно читать. Есть такое ошибочное мнение, что я не читаю классическую, ой, современную литературу, ладно, классическую литературу, потому что я русскую, потому что я смотрю в окно, у меня там такое же раздолбайство. Думаю, как бы мне неинтересно, я это из окна увижу, про все эти убийства и так далее. Но это не так. Мы читаем не для того, чтобы убедиться, да, всё, отстой тлен, а для того, чтобы понять, а что именно автора в этом тлене привлекло? А как он видит этот тлен? А что в его дубе прячется? На какие мысли именно у этого автора наталкивает описание камня, дуба, дома и так далее? Вот. У меня такое настроение после Достоевского, пишет Валерия. Ну, суть-то не в том, чтобы смаковать проблему, а суть в том, чтобы понять, а почему его, Достоевского, интересует именно эта проблема и почему она описана именно так? Почему жена Мармеладова болеет чахоткой, а не насморком? Вот. Что я тут вам ещё написала? Зазор между жизнью и искусством – это условность. Не в смысле, что этот зазор – условность, а в смысле, что литературу художественную, художный текст, искусство и жизнь разделяет небольшое пространство. И это пространство позволяет нам читать произведения с большим интересом и анализировать их. Потому что, если бы не было этого зазора, то у нас бы не было возможности что-то утаить, на какой-то вопрос не ответить. Вот. И поэтому, когда мы будем с вами проходить «Исов и детей», я буду вам говорить о разных впечатлениях критиков об этом романе. И кто-то написал, кто-то написал, а почему вы не изображаете Базарова вот так-то? А почему вы изображаете Базарова, что он режет лягушек, но не режет змей? Вы что, не объективный автор? И Тургенев даже иронизировал над этим, сказав, что если бы я… Вот я изобразил Базарова, помните, он там сидит у родителей, и поп его выигрывает в карты. Помните такой момент? Ну, давайте честно признавайтесь все свои. Ну, кто не помнит, просто знайте, что там есть такой момент. Кстати, можете потом прочитать и убедиться, что там есть такой момент. Базаров играет в карты с дьячком, и дьячок выигрывает Базарова. И Тургенев иронизировал. Он говорит, если бы я сделал из Базарова победителя в этой партии, все бы критики дружно заорали, ага, он делает из Базарова шулера. Вот. Так что литература – это условность. Не каждый миг достоин запечатления. И наша задача – уловить связь произведения с реальностью, с эпохой, с культурой, с человеком, с авторской позицией и так далее. Вот. Все. Мой материал на сегодня подошел к концу. Продолжение следует...